Вера вечна, Вера славна, Наша вера православна. Христос воскресе, братья и сестры, по благословению Владыки Иосифа, публикую свидетельство нашей сестры во Христе, рабы Божьей Анны. Господи, благослови! День добрый! Хочу написать о том, о чем давно должна была, но на все воля Божья. Живем мы в деревне уже почти 10 лет, а сны видения я видела еще до нашего переезда из города в деревню. Первый сон, касающийся нашего Владыки Зосимы, я не помню точно даты, где-то был 15-13 лет назад, а приснилось мне следующее. Вся картина происходящего, сразу скажу, была в черно-белом фоне, как старые черно-белые фотографии. Я не знаю, кто говорил со мной, но когда я рассказала сон местному батюшке, он сказал, что по всему видно, что это были грозные ангелы. Не знаю, что за категория такая. Во сне пришли ко мне два юноши, похожие друг на друга, почти как близнецы, очень красивые и в то же время очень строгие и серьезные. Они были почти одного роста, но явно выше и больше обычного человека. Одеты были длинные черные плащи, черный костюм и белую сорочку. Говорили очень серьезно и строго. Голос был очень властным, как бы громовым. Но в то же время было понятно, что они говорят не от себя, а от пославшего их. Говорили долго и много о том, как люди грешат против Бога, как они не ценят те дары, которые Господь им даровал, как бездумно усложняют свои жизни грехами, как отравили землю, воду, воздух и все, что в них. Очень сожалели об этом. Вот, смотри и запомни, что мы говорим. Посмотри, как люди отравили землю, Богом дарванную им, во что превратили ее своими грехами, как продолжают травить ее различными ядами и убивают все живое вокруг, созданное Богом на их потребность. Все убивается и уничтожается. Все, кто делал это, ответят за это на суде. Они очень скорбели и негодовали о всем, что происходит сегодня на земле. Сказали, что времени осталось очень мало и что скоро они придут судить этот мир. Потом показали обычную улицу, по которой люди шли, кто в одну сторону, кто в другую. И повторю, весь сон черно-белый и они. И вот показывают они, идет по улицам батюшка, в монашеском одеянии, с портфелем, в красной конусной камелавке с крестом. И он не черно-белый, а светится, как солнце. И идет по земле, не касаясь ее. За ним идет бабушка. Я знала ее, она милостыню просила у нас на базаре. Русская бабушка, очень верующая, звали Анастасия. Ее уже нет в этом мире. А все остальные черно-белые. И когда они показали мне эту улицу с более высокого расстояния, было видно, что пальцев одной руки хватит, чтобы увидеть, кто еще светится, так как солнце. Но вот одно то, что они говорили об этом монахе-батюшке, было скрыто от моих ушей. Я ничего не слышала. Я кричала им, я не слышу, скажите мне еще, сделайте что-нибудь, я не слышу. И я услышала голос с неба. В свое время все узнаешь. Потом я снова все слышала. И эти два грозных мужа, когда смотрели на меня, мне виделось, что я с ними одного роста. А когда я смотрела на них, я видела себя маленькой девочкой, не больше семи, десяти лет. И я грешная тоже светилась, как светлячок, как кнопка по сравнению с ними. И я вся ежилась от страха, когда они говорили, что Господь накажет всех по делам их. Но они успокаивали меня и говорили, что мне нечего бояться. Но предупредили, жди и не греши. Мы скоро вернемся, но вернемся судить. Я поняла, что показан мне был какой-то особенный батюшка. И я начала его искать, зная, как он выглядит. Но долго не находила, пока не увидела нашего владыку Зосима. И когда мне сказали, что он Богом избранный царь, я не сомневалась в этом. Я узнала, что должна была узнать в свое время. Слава Богу за милость его. Второй сон был раньше первого лет на пять. Ну, я таких считаю по мере происходящих событий. Когда он мне приснился, я поняла, что это что-то очень важное. Но у меня лично он не касался, я забыла его, пока не услышала владыку Зосиму. Его рассказ о его жизни, о его пути к Богу, тогда я сразу вспомнила этот сон, и аж волосы на голове зашевелились, от неожиданности такой. А было следующее. Мне что-то снилось неважное, ну, человек почти всегда видит какие-то сны. И вот посреди такого сна во сне как бы открывается занавес, и голос говорит, смотри и запомни. Вот я вижу, как молодой парень, весь в черном, лет двадцати-двадцати двух, пришел с какой-то семьей к ним домой, очень уставший и поникший. Сел на диван, по дому перед столом крутились хозяева, то ли накрывали, то ли убирали со стола. Перед этим парнем ходил ребенок, двух-четырех лет, в колхоточках и как бы рубашечки, распашонки, и плакал. Ребенок подошел к этому парню, сидящему на диване, и стал проситься на ручки. Парень охотно взял его на руки, начал успокаивать, и ребенок, как примастился у него, сидящего на коленях, на груди, так и уснул. Головкой лежа почти на плече, и парень, обняв его, от этого умиления и усталости, тоже уснул. Разбудил всех сильный стук в дверь. Когда хозяева открыли ее, в комнату ворвались, ну, как бы омоновцы, с оружием, вырвали спящего ребенка из рук того парня, отдали его родителям, а парня со скрученными руками вывели вон из дома, ничего не объясняя. Никто ничего не понял, ни парень, ни хозяева, кто пришел, зачем, за что. И голос повторил, запомни. И вот занавес закрылся, и я вижу продолжение того сна, который снился мне до этого. Я проснулась, рассказала это своим в семье, сказала, не понимаю, зачем мне был показан фрагмент совершенно чужой жизни. А позже, когда владыка рассказала о себе, и на него некоторые начали нападать со всеми своими извращениями, я поняла, что Господь поведал мне об этом наперед, чтобы избавить от сомнений и меня, и других верных рабов Божьих. Еще хочу добавить, я слушала многих поливальщиков владыки Зосимы, как они, не боясь Бога, судили, клеветали его, говорили, что он нахватался богословия в местах не столь отдаленных, и теперь, жестикулируя богословской литературой, манипулируют людьми. Мне 44 года, из них 27 я в православии делом, а не только по бумажке, и за эти 27 лет я не слышала ни одного священнослужителя, который бы так тонко и одновременно глубоко раскрывал истинные глубины православия. Этому невозможно нахвататься. Даже если всю жизнь изубрить богоотеческую литературу, это можно только чувствовать, понимать. А понимание всего этого дается Богом. Когда моя мама болела, я просила Владыку помолиться о ней. И вот сижу я рядом с мамой, и вдруг чувствую, как на нее в духовном плане полился поток благодатной энергии, густой и исцеляющей. Я не видела его глазами, я видела его душой. Кто знает, о чем я говорю, поймет меня. И так было не один раз, не одинажды Владыка Зосима в соборной молитве со своими братьями во Христе спасли членов моей семьи от смертельной болезни, от неминуемой гибели и духовной, и телесной. Я очень благодарна Богу за то, что узнала о Владыке Зосиме, и низкий поклон Владыке Иосифу за то, что сказал мне о Владыке Зосиме. Теперь и у нас в Грузии есть надежда, что мы не одни, а у нас есть опора и истинная защита духовная в лице нашего царя и патриарха Зосимы, и его братьев во Христе, таких как Владыка Иосиф, Владыка Салафиил, Владыка Павел и многие другие. Слава Богу за милость его к нам грешным. Третий сон напрямую Владыке не касается, но косвенно. Когда три года назад, как вы знаете, у меня начались проблемы с документами и у меня хотели забрать ребенка, Владыка даже как-то говорил об этом в одном из своих роликов. Мне был сон. Я пыталась попасть в свою школу. Не знаю почему, но меня туда не пускали. Говорили, «Ты не наша, мы тебя сюда не пустим». А я все пыталась доказать им, что я тоже из этой школы, на меня не пускали. И вот вдруг я слышу громкий голос с неба, «Отойди от них». Я посмотрела на небо и увидела, как бы солнце, сияющее золотом. От страха я упала на четвереньки, но со спины и в такой позе, как паук, отползла от школы, уже не поднимая головы. А голос снова приказывает, «Еще отойди от них». Я отползла еще. Но голос снова приказывает, «Еще отойди от них». Я говорю, «Господи, я отошла, дальше идти некуда, там дорога». Тогда голос говорит, «Отойди еще». Но я боюсь и не иду. И вдруг чувствую, что чья-то рука крепко берет меня за плечо и оттаскивает, как сказал Господь, «Еще». Я в ужасе поворачиваюсь и вижу за спиной хоругв с изображением Архангела Михаила. И голос снова говорит, «Держись, Архангела Михаила, ты будешь помогать людям в последние времена». И я проснулась. А когда слушала владыку и он говорил, что Архангел Михаил войдет в сердце его и будет он руководим Господом через него, моей радости предела не было. Правда, не знаю, чем я смогу кому помочь, когда сама завешу от помощи. Во славу Божью, раба Божья Анна. С Богом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова